и вот в чем же у них разница бог показал я говорю а в чем они отличаются бог показал много признаков одна из вещей это то что насколько они проходят все вот эти тесты бог показал в посланиях много тестов как как он тестирует сейчас верующих пробужденцев то идет пробуждение на на ту степень по ск AhaMusik он может доверять сколько он им может верить сколько он через них может сделать вообще они достойны войти в пробуждение или нет так сказать служители потому что многие будут еще слава богу многие повезет что они будут часть жатвы служители будут им служить и они познают по-настоящему богу они еще при chaotic если они хотели давно у них просто не хватило они недосообразили не дали чего-то там не дотягивают они хотят искренне хотят у них не получается ну будут жатвой. И это не унизительно. Это не унизительно. Это слава Богу. Это слава Богу, потому что многие они вообще не войдут в пробуждение, будут люди. Они будут врагами в пробуждении, или они погибнут не в пробуждении. И так далее. То есть одно, это вот эти тесты. Естественно, как мне Бог показывает, естественно, тест, это просто-напросто, что тот, кто Божий, душевный или духовный, он четко видит, что послание дал Бог. Только душевному нужно, так сказать, для него важны все вот эти сверхъестественные доказательства постоянные. Ему нужно постоянно у него сомнения и так далее. То есть он постоянно уклоняется куда-то, его заносит. То он там в одну тему ударится, то он Бога ищет, только в пробуждении уже не занимается. Он Бога ищет. То он в последних временах копается, где там какой конь, и где там когда вознесение, и где там еще что-то, там все, он в этом весь. То его унесет, он все занимается там каким-нибудь там прославлением, то его унесет, он там евангелизацией занимается. Для него это все пробуждение. Ему не объяснишь, что пробуждение это пробуждение. А вот эти вот все вещи, они сами по себе. Это девяточка, это восьмерочка, это семерочка. И ты постепенно уходишь от десятки. Это расфокусировка, это дьявол выводит от главного фокуса. Что все эти вещи можно делать, если у тебя все равно главной целью осталось пробуждение. И ты каждый день делаешь шаги в его сторону. А попутно ты можешь еще что-то как бы с чем-то разбираться. Но душевные люди, они вот, так сказать, они вот эти второстепенные, третистепенные вещи, они ставят на главное место. Вот в этом разница. То есть у духовного пробужденца, у него всегда первостепенные вещи на первом месте. У него предельная основательность. Для него не проблема, для душевного, для духовного, вернее, пробужденца, для него не проблема взять все послания. То есть он смотрит на это так. Духовный пробужденец, невеста, он смотрит так, что этого жаждет Иисус Христос от меня. Поэтому я хочу сделать даже больше, чем здесь говорится. То есть я вообще просто-напросто, я наизусть могу это все выучить. Я могу сделать 200% того, что здесь говорится. То есть он вот так вот этого жаждет, он к этому идет, он к этому стремится. Сказано, Пенуэлла и пробуждение, я в 10 раз это в проломе встану, там пусть брат приедет, мы сделаем Пенуэлла там на неделю, на 40 дней, там, то есть они будут стремиться к самым максимальным, самым мощнейшим вещам. Мы будем там поститься и молиться, мы будем встать в проломе и так далее. То есть я разобьюсь, но я добьюсь этого пробуждения, я добьюсь, чтобы другие пасторы, другие служители Хадатай вставали в проломе, я буду распространять. Для них вообще не вопрос о распространении послания, о том, чтобы поднимать других служителей, помогать им подняться, распознавать, искать и так далее. Все эти, это все не вопрос. Вот то, что для других труднее всего дается, элементарно многие даже классы поставить не могут. То есть плоский человек, он не будет ставить классы. Душевный человек скорее всего тоже не будет. Только духовный, невеста. То есть казалось бы мелочь, а Бог тестирует на мелочах. На мелочах. А почему? Потому что классы ставят брату, ни до кого не доходит, что тем самым ты продвигаешь элементарно видео, чтобы его еще кто-то увидел и начал входить в пробуждение, что у него повышается как бы его рейтинг, в этих он начинает людям попадать в поле зрения просто-напросто христианам. Что очень мало людей еще знают о послании. Очень мало. То есть христиан, которые должны узнать, их чуть ли не миллиард сейчас. Их чуть ли не миллиард, которые должны узнать. А знают всего там, может, пару тысяч на данный момент. А вот из этого миллиарда есть еще тысячи ключевых людей, которые горы свернут. Мощнейших эпицентров. И когда хотя бы половина из них будет активирована, пробуждение попрет. А для этого нужно распространение. А для этого все важно. Даже класс нашлить важно. Подписаться на канал. Это тоже. То есть, естественно, плотский человек в это не поверит душевно и может как бы задумываться. Духовно эти вещи понимает. Он прекрасно. Это наши подписчики, они всегда ставят классы. Вот. И то есть дело вообще не в классах. Естественно, во всем тут в первую очередь, в первую очередь исполнить пункты посланий. А это просто тест, по которому я вижу. Процентное соотношение. Бог говорит, вот смотри, ты можешь видеть процентное соотношение. Сколько слушает, сколько подписывается. Сколько слушает, сколько ставит классы. То есть, чтобы это видео распространялось. Вот настолько до них доходит. Вот настолько ты можешь видеть, сколько плоских, сколько душевных, сколько духовных, сколько настоящих. Он божих пробужденцев. И в принципе, что я могу? Я могу молиться за то, чтобы было открыто. Но я чувствую, и Бог мне показывает, что это тест. Да, но главное это в чем? Главное это в том, чтобы делать все самые ключевые вещи, о которых говорится. Там нет каких-то мелочей. Да, что-то более важно, что-то менее важно. То есть, например, есть пробуждение. То есть, ежедневно что-то смотреть, слушать о пробуждении, читать. Молитвенно. Чтобы Бог тебя зажигал больше и больше. Найти способ, чтобы Бог зажигал тебя больше и больше через это. Не просто так. Стоять в проломе за пробуждение. И так далее. Там нет мелочей, которые просто вот они не значат в этих пунктах. Там все очень важно. Там все очень важно. И просто блажен, кто просто возьмет и все 25 полностью исполнит. Вот она и невеста настоящая. Вот и все, что нужно. Невесте нужно много. Ей нужно туфли найти. Ей нужно там столько предметов, всяких одежды. Специально украшений, косметики, подготовки, букетики, торты. Столько у него всех этих элементов. Больше, чем 25. Здесь для подготовки все в одном месте собрано. 25 вещей, которые нужны для подготовки. И плюс практическая инструкция, как это все применить. Все дано. Если ты считаешь себя таковым, вот возьми и сделай. И Бог будет считать себя таковым. Я изо всех сил стараюсь. Если это через меня дано, это не значит, что я самый лучший такой. Я тоже все положил. Я изо всех сил стараюсь все это делать. Потому что я это не придумал. Это не то, что я вот в этом все время был, да, и вот я решил это все описать. Нет, мне Бог это показал. Я точно так же на все это смотрел со стороны. Думаю, ничего себе, Бог там. Вот это вот все. Я все тоже начинал с того, что я сам даже не активировал. На кресте был пробуждение. Хотя я там уже горел пробуждением там. Все, вот у меня эти видения меня переполнило. Присутствие Божие, помазание там и так далее. Но я не активирован был на кресте пробуждение. Я сам не принес это посвящение. Я не принял это решение. Я не начал это выполнять. Я не мог никого зажечь. Я разговаривал с людьми. Бесполезно было что-то говорить. Бог сказал, что ты сначала сам-то зажгись, тогда ты сможешь зажигать. Насколько ты зажгешься, настолько ты сможешь зажигать. И я просто решил попробовать. Просто выйти из лодки, просто пойти по воде. Я просто начал делать вещи, которые мне Бог показал. Которые описаны в книге. И через неделю я уже был раскаленный. Я уже горел. И я уже зажигал других. Они тоже начали зажигаться. До этого бесполезно. Я ничего не говорил. Я очень могу быть крестноречивым и убедительным. Это бесполезно. Только Дух Божий, который за этим стоит. Вот этот огонь. Я вроде бы спокойный. Кто-то мог бы сейчас орать, там, рычать как лев, там и так далее. Я спокойно разговариваю. Но тем не менее, огонь касается и тех, кто Божий, тех, кто пробужденец. Он их заряжает. И это может быть вызов. Настоящие Божьи, они принимают вызов. То есть человек с гордостью, с какими-то такими проблемами, которым нельзя видеть побуждение, он скажет, он обидится, скажет, ну, вы, там, не буду больше слушать. Все, отписываюсь от канала. То есть вот так вот реагирует. Значит, ему нельзя это верить. Просто он не дозрел. У него есть какие-то раны. У него есть эгоизм или гордость или что-то, какие-то вещи, из-за которых он не может в это пойти. Но тот, кто предназначен, у него вызов, который бросается в этой проповеди, в некоторых других, он пробуждает ревность. Ревность о том, чтобы измениться, чтобы быть таким, как Бог ему сейчас показывает. Он видит, что это не брат говорит, это Бог ему показывает, что ему вот таким нужно стать. И он ревнует, Господи, да я же хочу таким быть. Я сто раз буду переслушивать эту проповедь, пока таким не стану, там, или еще что-то буду делать. То есть у него просто ревность его снидает. Ревность о доме твоем снидает меня, да. Точно так же ревность о пробуждении, о том, чтобы стать подготовленным, не эгоистичной невестой быть, а настоящей, настоящей, чистой, беспитная порока. А как такой стать? А для этого и даны послания. Для этого и дана это брачная одежда. Переодеваться. Пришло время переодеваться. Бог мне говорит так. Пришло время переодеваться. Оно началось еще в марте, в апреле. И сейчас самое радикальное время, чтобы полностью, если ты Божий, переодевайся, бери эти 25 пунктов и применяй все, один за другим, все, не половину. Не останавливайся на полпути. Один из грехов современного времени и стратегии сатаны – это недоделывание, чтобы ты не доделал, чтобы ты отвлекся, чтобы ты полкниги прочитал и все, и встал. Или не дочитал чуть-чуть и остановился. А надо дочитать, сделать все, понять все. Когда ты прочитаешь, ты поймешь, что ты не до конца понял. Поэтому, а так вот почему Бог говорит вникать и применять. Потому что с первого раза я могу не все понять на настоящем. Так это же слава Богу, то есть такой человеком будет радоваться, так это же слава Богу, мне нужно есть пробуждение, где я буду брать материалы. А значит, я могу еще перечитывать, и я буду есть пробуждение. Пока я не вникну, пока я не применю. Кто Божий это чувствует, потому что это вот как я рассказываю все время с Шекловским, я его на тысячи раз проповеди переслушивал, пока я установил по-настоящему отношения с Богом. Они мощнейшие были, я просто по нескольку суток выбивал себе уединение в постах молитв, чтобы приблизиться к Богу еще. И постоянно с первых же там недель у меня мощнейшее уже постоянное помазание присутствия было. Это все шло по нарастающим. Там были прорывы и так далее. Но все это шло через постоянное вникание и применение, вникание и применение. Это касается любого послания от Бога. Будь то Библия, самое главное послание, будь то современные какие-то более мелкие послания на это время. То есть на то время был поиск Бога, самое главное. Сейчас плюс к нему и перед ним даже ставится. Это пробуждение войти, послание пробуждения. Но поиск Бога он никогда не отменяется. Приближаться к Богу всегда надо. Другое дело, что иногда бывают такие моменты, что ты, как у меня допустим, я только делаю то, что говорится в посланиях, да, и казалось бы, я отдельно не, у меня даже времени отдельно нету для поиска Бога. Почему? Потому что я постоянно к нему приближаюсь, он меня постоянно приближает к себе. У меня много времени в молитве, он в этой молитве меня приближает к себе. Когда я пробуждение, меня так приближает к себе, что я ни в каких постах, молитвах отдельно для приближения Бога я не имел этого. А почему? А потому что настоящая невеста это та, которая находит его волю и угождает ему. А его воля в том, чтобы переодеться, исполнить то, что он сказал вот здесь вот. Говорит, где кто распознает, где те, которые применят. Вот он тест, вот он тест. То есть мы, он как бы обходит наше вот это вот все. Он пришел в неприметные оберстки, он пришел не из Америки великим помазанником или еще там как-нибудь, я не знаю, там супер, гипер, там президентом. Он пришел незаметно, через незаметного человека, которого он спрятал. Нету человека, чтобы люди видели, что это он дает. Потому что есть вот человеческая наклонность концентрироваться на человеке. И они тогда начинают видеть человека и Бог аннулируется много процентов того, что делает Бог. Аннулируется, потому что люди видят человека, а человека никакого нет. Он просто телефонная трубка, через которую Бог говорит тебе сейчас. И все. И поэтому вот он тест. Вот они тесты просто-напросто. Мы думаем, что мы что-то выбираем там. И мы там это самое. Но Бог так все устроил, что у кого на самом деле есть какие-то вещи, из-за которых он не может быть невестой, из-за которых он не может войти в пробуждение, из-за которых ему нельзя много верить. Он не войдет просто по каким-то своим соображениям. Все сделано так, как никто не ожидает. И через это послание он просто идет отсев. Просто идет вот это вот самое сортировка. То есть скрытая гордость не проходит. Лицеприятие не проходит. Корысть не проходит. То есть здесь все предусмотрено. лже-невеста эгоистичная не проходит, если она не изменится. То есть она в сердцевине своей может быть истинной невестой. Но ей некому было объяснить, что такое быть истинной невестой. И она сейчас вот это слышит, как вода падает на иссохшую землю. Она просто так вот оно как. Вот оно как. Я всегда это чувствую, что нужно вот так. Но не могу выразить, что что-то вот тут вот не то. То есть невеста она жаждет пробуждения. Не потому, что это красивое слово или это круто, или это модно. Кстати, это еще пока не модно, а потом будет модно. Многие из-за этого только пойдут. Это тоже мотив неправильный. Хотя для Бога сейчас вот хоть как бы пошли, лишь бы правильно как бы брали послание и применяли. То есть такая вот истинная невеста, которую просто до этого никто не объяснил, а сейчас она чувствует, что Бог ей через эту проповедь, через эти послания не объясняет. Так вот, как на самом деле у нее все откликается. Слава тебе, Господи, спасибо тебе, что ты не объяснил. И все, она все уложит себя на алтарь пробуждения. Она счастлива тем, что он умер за нее на кресте, а теперь она может за него умереть на кресте пробуждения. Для всего своего, для эгоизма, для своих целей, для своих планов, для всего на свете возложить себя на алтарь, чтобы спасти его, а он вот в этих миллиардах душ страдает и мучается, она может его спасти, если она положит себя на алтарь пробуждения. Да, это пробовать, она также для единиц. Для кого-то это пустой звук, все будет просто. Они будут смеяться, они будут злиться, они будут раздражаться от этой пробоведи. Плотские пробужденцы или вообще не пробужденцы. Душевные могут что-то почувствовать, я подчеркиваю. Плотский может стать душевным, душевный может стать духовным, если он будет об этом молиться, если он пойдет до конца. Просто-напросто, я ничего не понимаю, я ничего толком не чувствую, Но чувствую, что-то в этом есть И что я теряю вообще? Я беру книгу и я просто начну все делать Я буду постоянно смотреть записи, постоянно читать книгу и применять Вот такой человек, он даже может быть вообще пробужденцем не был Даже плотский Он может обогнать многих душевных, которые считают себя столпами пробуждения будущего Потому что важно, самое главное, это применять все, что там сказано Применять все, что там сказано Понять и применять, понимать и применять Понимать и применять, это и есть понимать и применять и все. И можно считать себя хоть невестой, хоть кем вообще, посаженным на троне и так далее. Но по факту это будут те люди, которые будут вникать и применять, которые исполнят 100%, которые исполнят 200%. Вот кто по факту будут, они. А говорить о себе и считать мы можем что угодно. Говорить, что я вот такой буду, да я там самый великий, да я еще что-то там, не говорить, да считать. Да какая разница? Богу нет никакого дела до того, что мы считаем. Ему есть дело до того, что мы сделаем. Ему нет дела до великих, ему есть дело до послушных. Он говорит не тех, кто говорит, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а кто исполнит волю Отца, а воля Отца, вот она дана, возьми послание его и выполни. Выполнишь, входишь, не выполнишь, не входишь, все просто. Выполнишь, невеста, не выполнишь, не невеста. Насколько ты выполнишь, насколько ты жаждешь, насколько ты его любишь. Те, кто любят, узнают голос его. Те, кто любят, узнают голос его. Те, кто его, узнают голос его. Не те, кто считает, что они его. Потому что степень, насколько ты знаешь, в пустыне он говорит так, в ханаане он говорит по-другому. В пустыне он говорит так, а в ханаане он говорит по-другому. То есть у тебя настоящая Связь глубочайшая Глубочайшая ты в своих глазах можешь Невероятнейшую просто связь с Богом иметь Что дальше вообще некуда А в глазах Бога какая она Вот у кого настоящая связь Самая глубокая Это не говорит о том великий он или невеликий Какое у него служение Не от этого зависит Он может сидит один уже отчаялся Где-то руки опустил И вроде бы как бы барахтается И ему потыкают что у тебя там плодов нету А у меня там есть и так далее А у него связь есть А у того который там с плодами трясет У него нету И вот такой человек он узнает И в пустыне этот голос И здесь в Ханаане До него дойдет что Тот же Бог который ему говорил в пустыне Сейчас ему дает послание И даже если есть у такого человека Скрытая гордость или еще что-нибудь Такие вещи о которых мы говорили Он это чувствует Он начнет с этим разбираться Он начнет с этим молиться И он победит их Он победит их Потому что золото переплавляет Все примеси Вся нечистота Всплывает на поверхность И мы начинаем их видеть И тот кто нечистый Он это оставит Для него это нормально Он предпочтет отказаться от золота Ради нечистоты А тот кто божий Он уберет нечистоту Уберет всю гордость Он скажет Я не хочу с этим жить Не хочу жить с лицеприятием Я не хочу жить с корыстью Я не хочу искать своего Я не хочу быть эгоистичной Невестой Я хочу все положить за него Он в этом миллиарде Я был болен Вы не посетили меня Речь в том Чтобы просто сходить Да Нет Речь в том Чтобы принести пробуждение Сейчас Принести пробуждение Сейчас Только это Может их спасти Ты хоть заходись Без Бога ты их не вытащишь Потому что оккупация Потому что столько цепей Это гордость Это одна из разновидностей Гордость Думать что Я без Бога А я не без Бога Я буду ходить за них молиться Я хоть одного за год выбью А ты можешь выбить миллион Если будешь послушным Богу Это гордость Сатана он очень хитрый И я думаю что Те кто по настоящему избраны Те которые настоящая невеста До них уже все дошло И здесь становится понятно Что невеста Невести рознь Здесь еще есть разница Здесь еще есть разница В уровне жажды В уровне жажды В уровне веры Потому что те которые духовные Те которые невеста Они слушают послания Они читают книгу Для них нет никаких проблем Что там голос басом разговаривает Что там картинка ему не нравится Ему вообще Это никаких проблем Он слышит Только Бога за этим Да там есть тоже Может человеческое Когда что-то дается Через человека Всегда есть человеческий Привкус Какой-то почерк Он просто Он это все У него естественно Это отметается Он слышит Бога То что Божье У него все идет в дух И идет и идет и идет И все Он вообще не притыкается Ни на голос Ни на книге Что-то ему там не понравилось Ни еще на чем-то Для него не проблема Вообще принять Брата какого Да без разницы Какой он там Пусть он там В 10 раз меньше меня Или вообще Как бы другой абсолютно Я хочу чтобы Все были такие Вот такие вот Свободные там А он там такой Там или еще там Наоборот То есть ему И это все не важно То есть для настоящего Для духовного Пробужденца Все эти вещи Не важно Он остро Нацелен Только на самого Бога Он это все Выхватывает Он это все Видит Он ни на чем Это не притыкается Для него не проблема Помочь подняться Кому-то брату В его служение Послужить ему Распространять что-то Это не проблема Для него не проблема Если он где-то встретил Там пьяного Избитого человека Весь день потратить Вместо того Чтобы пойти Получить зарплату Весь день потратить Чтобы его Так сказать Перевязать Привезти домой И так далее Для таких людей Это все не проблема Вот эти вот вещи Не проблема Если он увидит Что в чем-то У него есть недостаток Он тут же ему противостанет Все его уже нет Потому что он обнаружен И ликвидирован То есть он заметил Корысть Или еще что-то Обнаружен Ликвидирован Это раз Второе Жажда То есть он жаждет То есть человек Плотский Или душевный Они либо могут Слушать чуть-чуть Там раз в неделю Они послушают лекции Там все А дальше они слушают На другие темы Где пробуждение Не говорится Может о похожих вещах Говорится Но не о пробуждении Будут читать книги Будут смотреть проповеди На другие темы Вроде бы духовный человек Он проповеди читает Он Библию читает И так далее Где пробуждение Это куда делось Бог ищет Кто будет делать пробуждение То есть это Плоть Это душевное Душевное Бесовское Есть элемент бесовский Душа сама по себе Это не значит Что только плохая Там все перемешано В нашем интеллекте В наших эмоциях В нашей воле Все перемешано Мы то так делаем То эдак Это воля Мы то так чувствуем То эдак У нас и по Божьей Можем чувствовать И не по Божьей У нас идеи могут быть Божьи и не Божьи Мысли приходят Божьи и не Божьи То есть там все Перемешано Поэтому говорится Мудрость душевная Бесовская Поэтому это еще Уровень не Божий А чаще всего Пробужденцы Останавливаются На душевном уровне Это опасно Надо переходить на духовный И духовный Он жаждет Ему всегда мало Для него одна проблема Почему я не могу Вообще Он все свое Свободное время Он идет Слушает и молится Слушает и молится Слушает и молится За пробуждение Он постоянно двигается Он постоянно меняется Он все дальше Дальше продвигается Он говорит все сильнее и сильнее Он изобретает новые способы Как что-то еще Распространять Что-то еще делать Как-то еще приносить Пробуждение Он жаждет Синергии божественной Со всеми У него жажда Вот этого Он не может насытиться Он смотрит и говорит Нету, нету материала в пробуждении. Мало, мало, мало. Вот это все за три дня можно. Что у меня на канале есть, есть. А все, что остальное на других каналах есть везде. Еще за два дня можно потом съесть. То есть все кончится, что в остальные дни есть. Он смотрит, что мало. А человек плотский, душевный. Он смотрит, да заваляйся о пробуждении. Все о пробуждении. Он и все и левое, тоже о пробуждении. Есть книги, тоже о пробуждении, от которых толку нет. Или почти нет. Мы такие не рассматривали. Потому что я даже их название не запоминаю Я сталкивался с ними Но смотришь, либо очень мало Книга толстая, а толку, извиняюсь На полстраницы На полстраницы толку Именно для пробуждения Для чего-то еще там, пожалуйста, конечно То есть вот духовный невеста Ей мало, ей мало пробуждения Надо больше И вот когда люди будут активированы на кресте пробуждения Будут становиться душевными, потом духовными Раскаленными, будет мало Они будут хотеть еще Поэтому они сами будут говорить о пробуждении Проповеди записывать, выкладывать свидетельства и так далее Разбирать книги Почему я говорю, что Бог мне показывал, что люди будут это делать Ну просто значит, они не активированы Еще достаточно, раз не делают Но это будет Не знаю, с теми людьми Может еще просто до этих не дошло послание Или это новые люди будут Которые начнут это делать Но сейчас уже есть те, которые начинают и идут И не всем это нравится Всегда, когда Бог кого-то поднимает, многим это не нравится Но я вижу, что это Божьи люди И для меня это главное Вот хоть какой он, ну как сказать, тип человека Может мне не нравится Но если Бог его делает пробужденцем Все для меня не важно какой это тип Я все для него сделаю, чтобы он поднялся Я стою за него в проломе Чтобы у него все получилось И вот такая невеста Вот такой духовный пробужденец И пусть каждый из нас будет такой Ему мало, ему всегда мало Он будет послание слушать, переслушивать Вникать и применять Слушать, переслушать, вникать и применять На сотни раз, на тысячи И вот они, как мне Бог показывает Вот такие Вот такие Они самые великие сделают Вот такие самые великие сделают А какие такие, кто-то сейчас спросит А переслушай проповедь Слушай, пока не разберешься, какие такие Здесь все сказано Но сказано для того, кто это ценит Кто ценит самую бесценную жемчужину Кто может стать той невестой, которую выберет Христос А не та, которая считает, что он ее уже выбрал Вот имеющий уши дослышит Поверь в вашей, будет вам Победитель наследует все Только победитель наследует все Не тот, кто послушает Слушатель забывчивый А исполнитель Тот, кто будет вникать и применять Вникать и применять И пусть Господь благословит каждому слушающему Кто дослушал до конца, стать таким Я просто молюсь, чтобы стали Они же уже дослушали до конца Вот плотские там всякие Они до конца не дослушивают Они этого всего не слышат Поэтому благословляю Потому что вы собрали все сокровища На протяжении всей проповеди Как у всех посланий распределено все до конца И кто полностью не слушает Они пропускают бесценные вещи Вы все дослушали Это уже великий признак Пусть во имя Иисуса Христа Бог признает вас и сделает вас Самой настоящей невестой Духовным пробужденцем Самым максимальным Во имя Иисуса Христа И вся слава Ему Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Уже как бы вы может Откровение такое получите Распространяйте послания Обращайтесь к нам единомышленники Пишите нам на именных страницах Со славой Иисусу Христу Маранафа В стране грядет глобальное пробуждение Будут поставать новые любви Может быть ты один из них Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова